Привет, зритель! Счастья ждут пустые баночки февраля, снимаемые в последний день февраля. В этом году у нас в феврале 28 дней всего лишь. У меня вот закончился, прямо вот как я стала марафетиться перед этими пустыми баночками, лак один. От Лены, Минск-Москва, та что в прошлом году мне подарила очень клёвую штуку на день рождения. Погружной блендер Молинекс. Привет, Терена! Вообще от этой фирмы был ещё другой лак, чуть больше и другого цвета. Но он раньше закончился, то у нас все АТ, не знаю, как правильно называется, не так ли? Геологи. Всё ништяк, хороший лак. Сначала он полосил, как все розовые лаки. Вообще про то, что лаки полосят, я узнала благодаря Ютубу. Вообще некоторым конкретным блогерам, я уже не помню кому. А потом стало всё нормально. Мы с ним подружились, я к нему приноровилась, всё ништяк. Но вот один ноготь всё-таки у меня как-то хреново намазался. Он загустел. Там осталось буквально вот с Кузькин нос. Он загустел. Домовенок Кузька, они маленькие, да, вот представляйте себе Кузьку. Вот у него такой нос. Короче, совсем чуть-чуть он остался, и я загребаю, загребаю этой кисточкой. И понимаю, что там ни черта нету. Да он ещё и густой. Я туда пару раз за два захода капнула растворителем, ну этим, чем лак снимают обычно. Вот сейчас он как бы что-то ещё подчерпнул. Но уже совсем чуть-чуть со дна. И поняла, что, наверное, ему пришёл конец его жизни. Он закончился. Вообще, по-моему, его жизнь закончилась чуть раньше. Ну, в смысле, этот срок годности. Ну, хрен его знает, я как-то уже не очень вижу. У него 24 месяца после вскрытия, по-моему, тут было. Но он давно уже вскрылся. Может, в 16-м году мне Лена дарила его. Может, в 17-м, честно, уже не помню. Может, и даже ещё на той квартире. Ну, короче, в общем, как-то так. Вот пустая баночка декоративная. Закончился лак. Спасибо, Лена. Я что, решила ногти намазать? Я давно их не мазала. У меня что-то это как-то подцепляться. Ну, в общем, немножко как-то отслаивается кончик вот этого ногтя. Я сегодня гуляла, поняла, что если лак его скрепить ненадолго, потому что у меня лак на ногтях долго не держится, то, может, как-то будет ему счастье этому ногтю. У меня вот, по-моему, аж три коробочки пустого мыла. Оно не совсем ещё пустое. Там немножко ещё есть. Я его заюзаю на кухне оно сейчас. Это у нас Натурсап. Натурсап. Натуральное мыло с кофе. Американо. Кофе Американо только сейчас заметила. Тут было 120 грамм, но было в виде зёрнышка такого кофейного. Меня дарила его подписчица Лёлечка. И есть где-то там в обзорах посылки из Тюмени от Лёлечки. Вот как раз Тюмени у меня есть родственники. Как раз вот там есть это мыло. Почему оно такое свеженькое с лета прошлого года? Вот так. По-моему, она мне летом его и присылала вот эту посылку с мылом. Короче, не суть. В общем, это мыло было от Лёлечки. Тут было 120 грамм. Оно было с молотым какао, с молотым кофе. Вот эти зёрна молотого кофе. Скрабирующая хорошая. И не поверишь зрителю, я его периодически ещё юзала, как гель для душа. Вот сегодня буквально утром на губку намазала. Эту губка шариков. Очень хорошую пену даёт. Кожу не сушит, не стягивает. Очень классное мыло. Тут даже нарисовано это кофейное зёрнышко. То, чтобы оно там пахло как-то кофе или ещё чем-то, я не заметила. Но оно приятно так пахнет нейтрально. Может быть, вообще не пахнет. Хорошее мыло, очень классное. Кто вообще делал-то его? Тебя кто делал? А, Невская косметика. Вообще мне нравится у Невской косметики. Продукция и была в том числе. Спасибо, Лёлечки. Вот теперь пустая коробочка. Так. От другой Лены из Евпатурии. Тут у нас эти самые палочки. Ароматические. Благовонные. А, да, благовонные. Ароматические палочки. Состав бамбуковой основы, древесный уголь и ароматическое масло. В общем, они у меня закончились. Они мне помогали не уснуть, когда надо. Очень хорошие палочки. Спасибо, Лена. Будь. Так. У меня закончилось. Буквально сегодня я всё из неё выскребла. Я вчера ещё срезала верхушку, но верхушка уже выкинулась. Это мне когда-то приходило на обзор, по-моему, в прошлом году из магазина MyIndia. У меня там промокод на них, на скидку есть теперь в каждом инфобоксе. И на самом канале Ави Форевер даёт вот этот, мой ник вот этот Ави Форевер даёт 6% скидку на заказ на сайте MyIndia.ru. Если кому интересно, можете там что-нибудь заказать. Там, по-моему, минимальная сумма сейчас заказа 1000 рублей на всё, бесплатная доставка. Это зубная детская паста. Детская зубная паста, индийская. Для индийских детей созданная. Мои молочные зубы ей говорят спасибо, хорошая зубная паста. Тут было 100 грамм, мне хватило, и, по-моему, она в начале ноября, что ли, я заказ получила? Ну, где-то так, короче, декабрь, январь, февраль. На три с лишним месяца мне её хватило, вот сегодня она совсем закончилась. Очень экономичная, приятная на вкус. Вот тут что-то уже выпало. Зачем я её открыла? Теперь у меня нога в зубной пасте. Хорошо пенится, хорошо зубы очищает. Свежие молочные, молочные же не растут. Ну, короче, не то, что... Хотя, слушай, зрители, у меня тут пара молочных зубов частично так выпало, и что-то даже проросло. Может быть, благодаря этой пасте. Это, короче, очень хорошая паста. Это у нас патан, джали, я и индийский небельмес, поэтому, не знаю, может, неправильно принесла. Но именно вот эту фирму, не именно зубную пасту, а эту фирму, что-то другое, я видела на Вайтбрис вот на днях. Может быть, что-то есть ещё и на Озон. Дант, Канти. Я не помню, коробочка у меня тут, или я её уже турнула. Но если она тут, то мы её сейчас с тобой увидим, зрители. А, слушай, тут коробочка. Тут коробочка. Что я говорю? В сентябре 2019 года она создана была. С учётом, что там Индия в прошлом году была очень долго закрыта на этот свой карантин, то, в принципе, ещё нормально. Раньше создать всё равно бы не смогли, в смысле позже. Так. Джуниор. Такая милая коробочка. Детёныш какой-то на шарике летит с цветочком. Другой детёныш с другого пола летит. Вот. Так. Спасибо, Маиндзи, за то, что предоставили продуктный обзор. Если кому интересно, я оставлю видео, там ссылочка на плейлист с двумя роликами с этой Маиндзи. Я хотела какие-то средства обозреть отдельно, но что-то у меня как-то так руки и не дошли. Не чисто потому, что вот меня там, да, попросили, вот вам на обзор обозрите, да, а чисто потому, что вот оно мне понравилось. У меня тут будут две бутылочки от гелей для душа и оба от Лёречки, подписчицы. Та, которая вот дарила как раз-то мыло. Это у нас тут совсем чуть-чуть осталась какая-то вот уже вода, да. Эйвансен со спа, магия Индии, кардамон и сандаловое дерево, увлажняющий крем гель для душа с экстрактом мёда и соевым молоком. Всё ништяк. Хороший гель, хорошо пенится, хорошо моет тебя. Зрители, если ты им будешь мыться, 12 месяцев после вскрытия, 500 мл двойной большой объём на пару месяцев хватит. Что-то мы с ним не сошлись по аромату. Я его флакончик из-под жидкого мыла, который мне тоже подписчик «Царёлечка» дарила, пару раз переливала и узала как жидкое мыло. Вот, ну, может быть, надо было на какой-то там, вот на дубак такой конкретный, что-то оно не шло. На чуть полегче оно тоже что-то не пошло. Не знаю, чё мы с ним не сошлись в сомнениях. Такой пряный, немного острый аромат, ну, как-то не знаю. Не пошёл он у меня именно как гель для душа, я его не очень осиливала, этот аромат. Совсем чуть-чуть я его пользовала как гель для душа, и у меня тут немножко оставалось, он был заявлен на уход февраля. Но вот как жидко мыло он хорошо шёл, как-то там в нос не давилось. А когда на губку, ну, вот не сошлись с ароматом. Ну, такой очень хороший гель, спасибо, лёлечки. Если вы любите такие вот, ну, ядрёные ароматы, то советую. Вообще, каталога я вот сто лет не видела, так что не знаю, продаёт его там или нет. Так, это у нас увлажняющий гель для душа с маслом авокадо. Пак для меня миндалём, который вот масло для душа. А тыфраше есть такое, не знаю, как сейчас у них есть или нет. Там у них было с миндалём что-то вот, очень аромат похож был. Тут у нас Эйван Кэр, увлажняющий с маслом авокадо, гель для душа, 400 мл, очень хороший гель для душа. Пену хреновую даёт, так же, как вот, допустим, пену даёт хреновую. Вот тот по аромату похожий, масло для душа от ифраше. А когда-то давно пользовалась, что-то уже год с лишним не пользуюсь ифраше. Ничего у них не покупала на сайте, ничего не покупала. Знаю, что они есть на Вайтберсе, на Озон, но как-то не получалось у меня с ифраше сейчас. Моет хорошо, но пену даёт хреновую. Как бы помыться вы сможете, кожа не будет тянута. Крайне редко стягиваю кожу в некоторых местах, там, то на спине, то на руках, то на ногах, как-то так местечково. Очень экономичный, хороший, но пену не даёт. И я его заявляла на февральный уход, так как тут не видно, сколько осталось, я думала, что тут прилично, но на самом деле тут оставалось совсем чуть-чуть, поэтому я вот пришлось одно мыло открыть, чтобы им даю использовать мыло вместо геля. Конечно, у меня ещё есть два геля тоже от Лёлечки, но вот чтоб мне пришлось, решила мылом помылиться. Хороший, советую, но вот аромата авокадо я там не почувствовала. Но вообще, на самом деле, я очень хотела попробовать гели для душа вот этой серии ВНК, потому что их видела где-то там в интернете, но в руках не держала. Благодаря Лёлечке попробовала, спасибо тебе, Лёлечка. Хороший, там я водой уже окачивала, там вот всё уже. Так, у меня закончилась, я ей помогла, она что-то меня так задолбала, разочаровала и вообще надоела. И эффекта от неё практически никакого не стало, я её использовала уже как скраб для ног. Это у нас Грин Мама, крем Аксфолиан для лица 2 в 1, 0% минерального масла, силикона и красителей. В составе активными компонентами микронизированная кукурузная пудра, салантаином, окопником и расторопшей. Вообще, по-моему, я не знаю, как окопник выглядит, но у расторопшей явно не такие цветочки, как это, колокольчик больше полевой, похоже. Я только сейчас обратила внимание. Тут у нас 100 мл, она очень экономичная, хорошая, действительно, вот изначально была. Но что-то, знаете, 6 месяцев после вскрытия, мне кажется, тут как-то завышена цена на вот это вот. Вот, и гранулы, которые, как бы, я думала, что раз микронизированная пудра, но она, наверное, скрабировать бы, там какие-то гранулы, по-моему, они пластиковые, но как бы не натуральные. Они могли бы там, допустим, зёрна винограда высушить, измалывать в ступке и туда добавить. У меня просто есть где-то зёрна винограда, которые я в ступке отмалула специально, чтобы скраб какой-нибудь сделать. В общем, вот, я не помню, нет, её, по-моему, не открутишь. Вот такая вот белая хрень, тут совсем чуть-чуть уже. Ну, не так, чтобы я не заметила, я её использовала в основном как, ну, может, пару раз как маску, по большей части как чистую умывалку, а так как сваливан, оно... Вот кожу вы намылили, вот если были там какие-то сухие моменты на этой коже, так они там и остались. В общем, я сама больше такую хрень покупать не буду. А вы как хотите, может, у вас там другого типа кожа, и она вам подойдёт. А меня тут, я их всё-таки уделала в феврале. Я так давно французским не занималась, что для меня настолько сложно сейчас прочитать даже мысленно это, вот, не то, что вслух. Я что-то понимаю на французском, Каван, Сава, там, да, Савабьян, единственное, чего помню. Ну, как-то у меня там Энтер, Эуар, туго с этим. Ну, позанимаешься в день как-нибудь, полчаса в день позаниматься, тогда всё вспомнишь. Что у нас какой-то пробник. Тогда ещё была новинка. Противнейший воняет совершенно. Может, я в Инстаграм писала про него, как он мне не нравится. Может, я писала в телеге про него, как он мне не нравится. Если хотите, подписывайтесь на мою телегу. Я там мысли свои кидаю, там, к бложику привязана. Группочка такая, где можно что-то мне написать, между собой что-то посудачить. Ну, короче, чатик такой. Может, ещё где, ну, а может, только думала. А может, вообще кому-то в личку из друзей писала. Короче, чё-то я не прониклась этой хренью. Она какая-то вот, ну, во-первых, не стоит такая, во-вторых, какая-то термоядерная. Всё-таки мне больше нравятся ароматы, которые они уже сняли. Вот и хорошо. Зачем вы снимаете такие хорошие ароматы и выпускаете какое-то говно? Это и дорого завышенное. Так, у меня тут ещё один пробник. Белое утро. Вот это, мне кажется, я помню, Матан Бланк. Первый раз я его, наверное, вообще Матином обозвала. Но я помню, что и Переден делается, как она, Савой, Матан Бланк. Белое утро. Пахнет. Вот сейчас, не пойми как, но сначала оно наносится на себя, оно пахнет, не пойми как. Это пробник, там такая салфеточка, то всё. Она уже почти высохла. В смысле, высохла, почти уже не пахнет. А так на улице оно раскрывалось на роли. Вот на роли, которые сняли в Ифраше, Секрет Дэссанс, Секрет Найэссенция, Секрет Эссенция, типа того. На роли, которая уже как бы снятость, она у меня есть, кстати, раритетная на роли. Или там 50, что ли, миллилитров. Я даже помню, кто-то в комментах просил, типа, то ли продать, то ли на отливанты пустить. Вот на улице на роли, на роли. Конкретная такая на роли, даже, в принципе, более-менее хорошо держится. Если у кого-то хочется на роли, то советую вот эту штуку приобрести. Ну, не пробник, а может и полноценный формат приобрести. Пробники-то у них не продаются сейчас. Чисто в подарок за заказ выдавались, не знаю, как сейчас. Да, это вода парфюмерная. А это у нас что было? И это вода парфюмерная. Только ни хрена не стойка. Вот это очень даже, ну, не то чтобы там на 8 часов, допустим, но часов на 5 вполне себе она держалась. Хорошая штука. Как вот вариант аналогной роли, скажем так. Мыло, которое очень долго было в уходах моих. И, наконец-то, оно закончилось. Причём, внезапно так оно там оставалось ещё прилично. Я думала, на месяц хватит. А вот окрасы до несколько дней фигакса закончилось. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Детское мыло с экстрактом череды. Тут что-то 200 грамм было, если не больше. Вот тут срезано у меня на упаковочке. И хрен знает, сколько тут было этого грамма. Хорошее мыло, детское хорошее мыло. Большой такой кусок изначально в руке держать неудобно. Очень хорошо пенилось. Очень хорошо, как это мыло для рук. Я им даже мылила тушку вместо геля для душа. Пару раз чисто мне эксперимента ради было. Хорошо так это пену даёт. И вот последний бумажек. Тут ещё что-то есть, что ли? Нет. Это всё. Да, это последний бумажек тоже мыло. Что тут у нас? Чистые традиции. Кофейное туалетное мыло. Оно кофе совершенно не пахло. В нём было написано, что там какие-то скрабирующие частички, но ни хрена их не было. Вот в том мыле, где не написаны эти частички, они действительно были и чувствуются. А в этом не было, не пахло кофе, ничего такое. Ну, нейтральный такой аромат, хорошо пенилось. Хорошее мыло, надолго хватает. Сколько тут было граммка? 160 грамм. Не трескается, не размокает. Хотя у меня вот такое часто бывает с любыми мылами. Ну, вообще у меня ванна такая специфическая, там может всё что угодно потрескаться внезапно. Но оно не настолько трескалось, как, допустим, до этого какие-то мыло. Хорошее мыло. Вот тоже, если не помню, говорила, нет, от подписчицы Лёли подарок. Спасибо ей большое. Ну, вот оно у меня внезапно очень быстро измылилось, когда вот я поняла, что гели для душа закончились. Особенно этот с авокала. Что на самом деле было совсем чуть-чуть. Я его использовала именно как место геля для душа. Очень хорошее мыло. Кожу не сушит, очень всё классно. Вот такие у меня пустые баночки. Всем спасибо за просмотр. Ну и пока. Не забудь поставить палец кверху.